Давай прикольнемся над ней. Эй, Маш, ну и сколько у тебя слов? Одно. Но я же говорила, эта тупица каждый год наступает на одни и те же грабли. Смотри, это та неудачница, которая каждый год тратит свое единственное слово. Правда, Маш? Ой, прости, я забыла, ты же не можешь говорить. Да, она только мечтать может, чтобы у нее было хотя бы тысячу слов. Я не поняла, что за разговоры в классе. Кира, быстро в кабинет к директору. Но это не я. Мария, а тебе попрошу показать нашему новому ученику всю школу. Знакомьтесь, это Данил. Боже, посмотрите, какой он красавчик. Привет, можешь называть меня просто Даня. А как тебя зовут? Оу, понимаю, в прошлом году у меня тоже было всего одно слово. Да-да. И знаешь, на что я его потратил? Я просто сказал одно. Серьезно, ты что мне не веришь? Блин, я, наверное, тебя отвлекаю. Ладно, я, пожалуй, пойду. Пока. Подожди, подожди. Что? Это ты? Офигеть. Ты что, можешь говорить? Или ты соврала мне? Прости, да. Просто каждый год мне дается по 69 миллиона слов. Но я просто ими не пользуюсь. Так у тебя, оказывается, еще и очень красивый голос. Спасибо. Знаешь, на самом деле это так приятно снова начать говорить. Так а, собственно, сколько у тебя слов? А ты хитрюга. Хочешь перевести стрелки? Мы еще с тобой не закончили. Так почему ты не пользуешься своими словами? Это лично. Я не хочу сейчас об этом говорить. Ну ладно. А что я? У меня осталось 10 тысяч слов. Так мало. Ну да. Так что мне стоит быть поэкономней. Слушай, а что бы ты сделала, если бы вдруг у тебя появился миллион слов? Ну, я бы точно говорил то, что думаю. Стоп. У меня добавился миллион слов. Это ты сделала? Ничего я не делала. Это, наверное, системный глюк какой-то. Спасибо тебе, конечно, но я не могу их принять, понимаешь? У тебя миллион слов. Ты можешь говорить сколько хочешь. Это очень плохая идея. Зря ты это сделала. Почему? Понимаешь, мой отец создатель системы слов. И если он узнает об этом, он снова заберет все мои слова. Тань, ты уверен, что не можешь принять эти слова? Да. Ты уверен, что не можешь взять эти слова? Да. Что? Нет. Нет. Я же ничего не нашимала. И не понимаю, как такое произошло. О, появилась надпись, хочу ли я забрать твои слова, но я ее не трогала, правда? Прости, но я не понимаю тебя. Слушай, так может быть это как раз был твой отец? Наконец-то, конечно же да. Наконец-то, я могу говорить. Даня, нам нужно срочно найти твоего отца. У тебя есть три слова, чтобы сказать, где он. Слева от тебя. В смысле? Вот ты и попалась. Где я? Там, где тебя не найдут. Даня? Удивлена. Но я думала, твой папа. Неужели ты реально такая тупица, как про тебя говорят? Если ты еще не поняла, то это я создатель системы. И ты отдашь мне все свои слова. Но ведь если ты создатель системы, почему ты себе просто не заберешь все слова? Потому что система настроена так, что если я заберу слова, ты кокнешься. А мне проблемы не нужны. Ты можешь говорить все что угодно, но я тебе не верю. Что? Это еще почему? Да потому что если бы ты был создателем, у тебя было бы намного больше слов, а не каких-то жалких десять тысяч. Да как ты вообще смеешь мне такое говорить? Я оставлю тебя без слов. Я все поняла. Да ты же просто жалкий, зависливый мальчишка, который хочет поживиться за счет других. Быстро отдала мне свои слова. Ну что, создатель, тебе будет полезно помолчать? Девочки, смотрите, а вон и наша тихоня идет. Лузер, как твои дела? Настя, ты что забыла? Она же не может говорить. Девочки, а у меня все нормально? А у вас как? Что, говорить не можете? Мне вас жаль. Правда? Всего хорошего. Ничего не понимаю. Как я могу воздействовать на слова людей? То добавлять их, то забирать. Неужели я имею какое-то отношение к созданию системы? Боже, Маш, что же ты наделала? Нам нужно срочно поговорить. Боже, Маш, что же ты наделала? Нам нужно срочно поговорить. Мам, ты о чем? Что случилось? Маш, да какое право ты имела отбирать слова у других. Да потому что они достали меня. Так, стоп. Откуда ты об этом знаешь? Милая, мы с папой кое-что не рассказывали тебе, чтобы обезопасить. Твой папа был создателем системы слов, которая регулировала баланс добра и зла. Это как? Наша цель была отобрать слова у плохих людей. После чего они становились неэффективны и больше не приносили зла. Но почему тогда в детстве мне отец запрещал пользоваться всеми моими словами? Да надо мной же все смеялись. Нет. Мы просто боялись, что ты не сможешь контролировать данную силу, что и произошло. Но вы должны были сразу мне сказать об этом, а не скрывать столько лет. Возможно, ты и права. Но, Маш, ты и так уже натворила кучу бег. Тебе нужно срочно вернуть все слова. Настя, Карина, привет. Что? Я снова могу говорить? И у меня появились слова? Маш, ты это, прости нас, пожалуйста, что все эти годы мы смеялись над тобой. Прощаю.